Спортивная площадка на Парковой улице уже была, но она небольшая и в футбол на ней не поиграешь, говорят любители спорта, проживающие в близлежащих домах. Настоящее поле с искусственным покрытием, позволяющее гонять мяч в любое время года, совсем другое дело. Наконец-то мечта исполнилась. Ждали этого события не только опытные футболисты, но и начинающие. Площадку очень долго ждали. Площадка хорошая, покрытие отличное. Ворота хорошие, мини-футбольные. Покрытие, как я уже говорил, отличное. Будем здесь играть, тренироваться. Это уже 12-я площадка в городском поселении Нахабино. Еще достраивается на микроорионе Новый, на улице Молодежной, Школьной, в поселке Нахабино. Мы в течение шести лет в программу вносим строительство двух площадок. И считаем так, что в каждом дворе должна быть такая площадка современная для игры в футбол, для игры в хоккей в зимнее время. Пустовать поле не будет ни утром, ни вечером, уверены участники местной футбольной команды Паркеры. Поле для тренировок им было просто необходимо, чтобы достойно представлять поселение, выступая на различных соревнованиях. Спортивный объект, говорят футболисты-любители, стал настоящим подарком. Месяца два назад ее начали строить, то есть построили очень быстро. Причем очень быстро и качественно. Мы сначала тоже ждали подвоха, что может быть будет маленькое, но в итоге с результатом очень довольны. Спортивный комплекс расположен рядом с жилыми домами в шаговой доступности. Чтобы привести себя в спортивную форму, достаточно выйти из подъезда. Такая возможность вскоре появится не только у жителей Парковой. В следующем году мы тоже предусмотрели строительство трех площадок. Тех микрорайонов, где их недостаточно. Это улица Красномейская, там у нас одна площадка. Микрорайоны тоже густонаселенные становятся. Решение приняли, нашли уже место. Будем в следующий год строить там. И улица Институтская тоже. Возведение подобной спортплощадки бюджету поселения обходится более чем в 3,5 миллиона рублей. Но местные власти уверены, эти деньги многократно окупятся. Развитие спорта – это здоровье нахабинцев. Сильные духом и телом они многое сделают на благо своей малой родины.